Сегодня подрастает поколение, которое никогда не писало бумажных писем, не знает, как подписывать конверт, а слово «почта» уже не воспринимает без приставки «электронная». Когда-то же в Крыму не было даже железных дорог. После того, как в 1860 году царская семья Романовых приобрела вблизи Ялты имение Левадия, Крым постепенно превратился в известный курорт – в русскую Ниццу, русскую ривьеру. Отдыхать в непосредственной близости с царской семьей было престижно. Возникла необходимость связи полуострова с Большой землей. В 1875 году Крым был соединен с центром империи железной дорогой. В 1894-м железнодорожное полотно проложили и в Керчь. В 1914 году в Крыму появились почтовое отделение, телеграф и телефонная станция. С полуострова полетели письма, открытки, телеграммы, посылки, телефонные звонки. 13 апреля 1870 года все газеты мира спешили сообщить сенсационную новость о торжественном открытии первого трансконтинентального телеграфа. Он напрямую соединил Великобританию с Индией, пройдя через Керчь. На участке сквозь Керченский пролив кабель проложили по морскому дну. Однако Черному морю такое вторжение в его глубины не понравилось. В первые же месяцы работы телеграфа участок кабеля из-за подземных толчков порвался сразу в нескольких местах. Связь восстановили очень быстро, однако уже по воздуху. А среди керченских мальчишек еще долго ходила легенда о том, что на дне Черного моря лежит ведущий в Индию кабель. Да не простой, а с золотыми жилами. На самом деле они были медными. Но из легенды, как из песни, слова не выкинешь. В исторической ретроспективе Крыма большую роль играют почтовые карточки с видами полуострова, почтовые марки, открытки, конверты, фотографии. В настоящее время известно около 3,5 тысяч досоветских открыток с видами Крыма. Самая ранее известная открытка с крымским видом прошла почту в ноябре 1899 года. На ней был изображен фонтан Айвазовского, одна из достопримечательностей Феодосии. По почтовым штемпелям определено, что открытки с видами столицы Крыма Симферополя появились в 1902 году. Издание открыток в Крыму носило сезонный характер и быстро реагировало на запросы отдыхающей публики. Землетрясение в Крыму, шторм или буря мглою небо кроет – все это становилось тогдашним Ютьюбом в виде открыток, рассылаемых по всему миру. Крым стал золотым дном для издательств и типографий, поэтому большое количество компаний занималось печатанием открыток. Виды Крыма распространяли в зарубежных странах самые крупные издательства мира. Самым большим печатавшим крымские виды было издательство «Гранберг» в Стокгольме, которое славилось высоким качеством выходивших открыток. Сохранились сведения об одном из фотомастеров Керчи – Евгении Федоровиче Кепеле, акцизном чиновнике по службе, фотографе-любителе по призванию. Евгений Кепель сотрудничал с местным издательством Петра Сгута. В 21 веке с развитием интернета объем письменной корреспонденции намного уменьшился. Впрочем, виноват в этом не только интернет, но и широкое распространение телефонной связи. Но никакая СМС-ка не заменит красивую открытку с написанными собственной рукой пожеланиями. Сегодня до 80% объема тех, кто не изменил почте – это юридические лица и организации, и отправляют они в основном финансовые счета и судебные иски. В 1930 году заработала первая в Крыму радиостанция, и в дома крымчан вошло радио. Сегодня на полуострове вещает множество радиостанций. Здравствуйте, уважаемые телезрители! За два последних десятилетия к этой фразе привыкла многотысячная аудитория Керчи. И нет ничего удивительного в том, что, включив городской канал, каждый желающий, не отвлекаясь от собственных дел, может узнать городские новости, прогноз погоды и получить много полезной информации. За прошедшие годы городское телевидение развивалось технически и творчески, и уже произошла смена поколений сотрудников, которые также по-настоящему любят свою профессию. Надеемся, что еще долгие годы эта любовь будет взаимной.